Аркадий Майофис, израильский предприниматель, автор телеграм-канала «Продавец Фиников». Аркадий, я вас приветствую. Добрый день. Здравствуйте, Питер. Да, Аркадий, кстати, насчет продавца фиников. В вашей биографии был такой факт? Или может быть даже остается? Сейчас есть небольшой бизнес, связанный с продажей гастрономических израильских сувениров и фиников в том числе. О, прекрасно, да. Прекрасно. Лучшие, наверное, финики на Ближневостоке, это в Израиле. Во вторник, 14 мая, кстати, то есть сегодня, ваша страна, ваши соотечественники отмечают один из самых важных праздников. Я вас поздравляю с Днем Независимости, Аркадий. Ну и в этом году из-за неспокойной, будем так говорить, политкорректной ситуации, связанной с военными действиями на территории сектора газа и северной границы, празднование будет проходить довольно скромно, я так понимаю. Количество развлекательных мероприятий в городах решили сократить к минимуму. Вообще, может быть, такой общий, таким широким мазком вопрос, какое вообще настроение сейчас в обществе в этот знаменательный день, в контексте вот уже более чем полугода происходящей турбулентности в вашей стране. Ну, настроение не праздничное, конечно же. Для всех этот день важен, а вчера и сегодня, вчера он начался, эта дата. Особенно в этот день не только празднуют независимость, появившуюся у Израиля в 1948 году, но и перед этим день памяти, когда все вспоминают погибших в террористических актах и войнах, через которые Израиль прошел. Обычно в День независимости в каждом городе торжественные мероприятия, концерты, фейерверки обязательно. В этом году люди все равно отмечают, но нет вот того торжества. И фейерверков не было, и каких-то многочисленных концертов не было. И это праздник со слезами на глазах в буквальном смысле, потому что общая обстановка трудная, непростая, и это проходит через жизнь каждого израильтянина. Аркадий, ну и вот если будем говорить сейчас с вами по поводу операции против Хамаса в секторе Гази, Израиль будет продолжать ее, несмотря на намерение США перестать предоставлять оружие в случае наступления на город Рафах. Об этом заявил Нетаньяху в четверг, 9 мая, об этом сообщает The Times of Israel газета. И вот свое заявление премьер-министр сделал после того, как США пригрозили перестать Израилю определенное оружие, там речь шла нескольких тысячах, ракет, если он расширит наземное расступление в Рафахе. Во время войны за независимость 76 лет назад у нас было, против нас было много, так сказать, нас было мало против многих, цитата от Нетаньяху, у нас не было оружия, на Израиль было наложено эмбарго на поставки оружия, но благодаря силе духа, храбрости и единству внутри нас мы победили, так сказал Нетаньяху. При этом отметил, что сегодня Израиль намного сильнее и страна полна решимости победить Хамас, даже без поддержки союзников. Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Я уже говорил, что если придется, мы будем биться зубами и ногтями, но у нас будет гораздо больше, чем ногти, заявил премьер-министр. Я не знаю, мне кажется, это немножечко такое бравадо, которое напоминает нам, не буду сейчас говорить о нашем опыте тут, но мне кажется, что Израилю будет крайне сложно без поддержки таких союзников, как и в США, особенно учитывая, что в Европе, особенно, ну не только в Европе, вообще повсеместно растет, просто зашкаливает уровень антисемитизма. И вот я вам скажу просто, человек, который сейчас ездил и по Европе, и в Штатах, уровень симпатии к Израилю тает просто на глазах. То есть, газета «Журнал «Экономист»» написал недавно, что просто вот эти вот симпатии к Израилю испарились буквально в первые недели после 7 октября. И мне просто самому очень сложно представить себе, как в этих условиях, в одиночку, когда настроение всего практически мира настроено против Израиля, Израиль собирается воевать. Это такой, может быть, даже эзотерический вопрос. Как вы это видите? Мне кажется, что нельзя читать советские газеты, нельзя слушать американских политиков в преддверии выборов. Я практически уверен, что Израиль без помощи Америке не останется. И все, что сейчас происходит в Америке, это просто предвыборная риторика, и Байдену необходимо учитывать меняющиеся мнения своего электората. А его электорат в сложных отношениях с Израилем всегда будет, как известно. Основная поддержка Израилю такая, на словах, по крайней мере, она всегда больше шла от республиканцев, нежели чем от демократов. Но не было ни одной администрации американской за всю историю, которая бы отвернулась совсем от Израиля. Я думаю, что то же самое будет происходить и сейчас. А с другой стороны, воспринимать буквально все, что говорит Нитаньяку, тоже нельзя. Он находится в сложной внутриполитической ситуации, ну и вообще ему свойственна риторика, основанная на фанфарах, что называется, с местоимением «я» преимущественно. Таким образом, я не верю, что Израиль окажется один, но Израиль действительно в сложной ситуации находится, и в общественно-политической, в том числе, о котором вы говорите. Мне, правда, кажется, что она тоже преувеличена. И вы, наверное, меня, наш разговор так или иначе коснется Евровидения, но мне кажется, что Евровидение так или иначе связано с вашим вопросом. Просто у нас, когда мы здесь находимся, в Израиле, нам качай дни. То есть и много образов в социальных сетях, когда Израиль одинок, защищается от врагов, которые нас окружили. Соцсети израильские обошло видео, когда, кажется, в Торонто, в Канаде, на демонстрациях с многочисленными палестинскими флагами, стоит один человек с израильским флагом, он буквально, в смысле, один, окруженный врагами. Это такой образ. И мы здесь переживаем это очень серьезно, болезненно, что называется. И вдруг приходит Евровидение. И мы видим, что когда речь о голосовании не жюри, а обычных зрителей, обычных людей, и мы видим, как ситуация меняется, и поддержка людей, она есть. И сказать о том, что все страны занимают израильскую антисемитскую позицию, нельзя. Переоценивать, конечно, эти результаты Евровидения нельзя тоже. Ну и говорить о том, что мы одиноки, ну невозможно. Ну вот, например, недавно побывала в Израиле делегация американских, даже не политиков, а разных общественных деятелей. Большая часть которых на таких демократических позициях с точки зрения партии, я имею в виду. И они посмотрели на все это своими собственными глазами. И они, увидев это изнутри, были потрясены. И сейчас их задача заключается в том, чтобы довести то, что они увидели, в том числе до Конгресса США и просто до общественного мнения американского. Чему они были потрясены? Ну, например, как выяснилось, по неким как бы стандартам и правилам, которые используются, применяются во время ведения войн, соотношение погибших террористов и мирного населения в Израиле один к двум. То есть на одного погибшего террориста приходится два мирных человека. А в Америке один к девятнадцати. И в делегации были многие американские отставные военные, которые, увидев реальность, увидев, как тщательно Израиль ведет боевые действия, в том числе с точки зрения сохранения мирного населения, они были просто потрясены и не верили своим глазам, что это возможно. Аркадий, подождите, когда вы сказали один девятнадцати, это речь идет о каких войнах, каких акциях со стороны США? Когда Америка ведет, вела, например, в том же самом Ираке, то соотношение было примерно такое. А когда в двенадцатом году, если я не ошибаюсь, российская армия бомбила Алеппо, там они близко не приближались к один девятнадцати. Там количество мирного населения, погибшего, просто было в разы больше в Сирии, я имею в виду. И Израиль это все прекрасно понимает. У Израиля есть навык ведения борьбы, войны в условиях, где очень много мирного населения. Все эти города в Газии, они перенасыщены населением. И перед каждым боевым действием, атакой какой-то, это все учитывается. Я думаю, что рано или поздно то, что происходит на самом деле, станет как-то мировому сообществу понятнее. А учитывая агрессивность всех этих митингов и демонстраций, их очевидную такую организованность и плохой запах, когда речь идет об антисемитизме, о таком махромом антисемитизме, начинается все с антиизраильских настроений, а заканчивается махромым антисемитизмом, что общественное мнение качнется в другую сторону. Но, безусловно, Израиль должен быть готов к тому, чтобы закончить эту войну, которую не мы начали 7 октября, тем, чтобы закончить ее своими собственными силами. И в этом смысле израильское общество на самом деле настроено весьма решительно. Несмотря на позицию Америки, какую бы она ни заняла, Израиль будет достигать своих целей до конца. И Нетаньяху это понимает. У Нетаньяху, как у политика, нет особого выбора, потому что большая часть израильского сообщества, не истеблишмента, а вообще сообщества, а не за то, чтобы Израиль добился своих целей, а именно полное уничтожение Хамаса и освобождение заложников. Ну вот, да, вы упомянули как раз Евровидение. В шведском городе Мальму в субботу прошел финал этого конкурса. И там прошла демонстрация с призывом бойкотировать Израиль и вообще отстранить его от участия из-за как раз антитеррористической операции в Газе. Евровидение на этот раз, собственно, было организовано с беспрецедентными мерами безопасности. В центральной части города вообще дежурили сотни правоохранителей с серьезным снаряжением. На крыше вокруг концертного зала были обустроены даже пункты наблюдения и стрелковые позиции. То есть, вы говорите о том, в этих цифрах, которые, надеетесь, будут донесены до американской публики. И тут, кстати, возвращаясь к выступлению израильского участника, Израиль получил максимально возможный балл от зрителей. 12 баллов от 14 стран. Больше всего голосов за Израиль отдали зрители Австралии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Неверландов, Португалии, Сан-Марины, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Еще по 10 баллов Израилю отдали зрители других стран. Эстонская республика 6. То есть, Израиль стал вторым по зрительским голосам. Но вот, тем не менее, да, что делать с этой компанией, которая, собственно, сейчас ведется и среди представителей эстрады, звезд, таких как Тейлор Свифт. Вот я сейчас открываю новости о том, что Тейлор Свифт и Ким Кадешиан, они сейчас подвергаются астракизму в социал-медиа, потому что отказались вообще как-либо комментировать ситуацию в Газе. Я так понимаю, речь идет про палестинских активистов, которые сейчас заполонили комментарии в соцсетях и так далее. И, разумеется, вы знаете, да, что вот эта культура канцелинга сейчас, она как раз очень активно включилась как раз по израильской повестке, скажем прямо так, антиизраильской повестке. И очень сложно себе представить, как можно этому противодействовать, да, такой центробежный процесс, который, увы, к сожалению, только нарастает. В мире живет 15 миллионов евреев, это вместе с всем населением Израиля. А арабского населения несколько миллиардов. И очевидно, что атака на Израиль готовилась по всем фронтам, не только с точки зрения того, что произошло 7 октября, но и тому, что после этого произошло и в информационном пространстве тоже. И мы видим эту общую тенденцию такого левого дискурса, когда любой белый колонизатор, а евреи обязательно повинны в угнетенном состоянии всего арабского населения мира, весь этот нарратив, все это разгоняется, и видим, что очень многие люди, не разобравшись, занимают однозначную позицию. Но это тоже маятник. И эта отмена, она сегодня касается Израиля, а завтра она коснется тех, кто отменяет Израиль. Я не склонен преувеличивать их силу, просто потому что их движение, оно основано на неправде, с одной стороны, на непонимании ситуации, незнании фактов. С ними невозможно разговаривать, просто потому что они разговаривают лозунгами. А с другой стороны, Израиль все, что он сейчас переживает, уже переживал. Это все уже 20 раз было, и Израиль выходил из всего этого победителем. Я думаю, что еще, конечно же, предвыборная ситуация очень сильно разогревает все эти настроения. Как только в Америке выборы завершатся, мы уже ждем, не дождемся, когда это случится, я думаю, что Украина тоже в большой зависимости от этого находится, то все каким-то образом успокоится. Мы знаем одно. 7 октября произошел акт колоссального варварства. Это варварство не должно прийти в Америку и в европейские страны. А все к этому идет. И если европейское сообщество, американское общество не отряхнет от себя, если оно не поймет, что на самом деле произошло, и кто во всем этом виновен, то всем будет плохо. Но я не верю, что уровень саморазрушения у западной цивилизации такой большой, чтобы поддаться всему этому. Ну, Ким Кардашьян. Ну, хорошо, Ким Кардашьян. Но слишком здоровая основа, как у американского, так и у европейского общества, чтобы их мнение возобладало. Я верю, что все будет хорошо. Просто это происходит большой кровью. Для нас, израильтян, большой кровью. Каждый день почти гибнут израильские солдаты. Огромное количество пострадавшего мирного населения в Газии. Весь север практически в Израиле не работает. Все говорят про беженцев в Газии, но никто не говорит про беженцев в Израиле. А у нас практически вся северная часть нашей маленькой страны, небольшой страны, она выселена в другие места. Страдают и люди, страдает экономика. И все это началось 7 октября. Эту заразу, я имею в виду сейчас конкретный Хамас, нужно уничтожить. Если мир не поможет, сами справимся. Израиль это самая сильная армия на Ближнем Востоке. У нас достаточно сил для того, чтобы со всем этим покончить. Аркадий, я не знаю, слышали вы такое имя Михаил Шетельман, известный такой блогер, ютубер. Он часто включается к нам в эфиры. Он в свое время жил в Израиле. И даже был один из, если я не ошибаюсь, учредителей русскоязычного канала 9, который смотрит много русскоязычной эмиграции. И, собственно, вот он сделал вот такой пост в Фейсбуке недавно. Хотел услышать ваше мнение. Вот он пишет следующее. Израиль превращают в помойку России. За одну неделю. Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы. Послица Израиля пришла на инаугурацию Путина. Тель-Авийский университет взял у Чубайса, Анатолия Чубайса, деньги неизвестного происхождения и нанял российских ученых. То есть, по сути, факты, как вот их можно интерпретировать? Или, собственно, ничего нового тут нет? Нетаньяху вменяют давно уже дружбу с Путиным? Ну, Нетаньяху дружат со всеми, с кем считают, что ему выгодно дружить, в своих политических целях. И когда была предвыборная кампания Нетаньяху, висели билборды по всей стране, где Нетаньяху жал руку президенту США или там генсеку Китая, и в том числе Путину, как бы подчеркивая тем, что Нетаньяху находится в высшей лиге. Сейчас он этого уже не делает, он понимает, что эта история опасная, она работает против него. Я сам не являюсь сторонником Нетаньяху, и одна из причин, почему это как раз вот его заигрывание и дружба с Путиным. Но сказать, что Россия сейчас оказывает какое-то серьезное влияние на израильскую политику, на израильский эстеблишмент, это сильное преувеличение. Политологическое, человеческое, какое угодно. Это просто даже немножко смешно слышать, потому что Израиль, конечно, вынужден учитывать российское присутствие в Сирии, например, о чем он все время говорит. Израиль при любых политиках у власти, Нетаньяху ли, Лапит ли, не может передавать Украине железный купол, но не потому, что он боится Россию, а просто потому, что этот железный купол, как выяснилось, нам самим очень нужен. И это дело не только Нетаньяху, как я уже сказал, а и другие премьер-министры делали то же самое, или не делали то же самое. Но Израиль видит, как себя ведет Россия с Хамасом, как они их принимают. Израиль прекрасно понимает, является ли Россия нашим настоящим другом. И нравится нам или не нравится то, что посол присутствовал там на каких-то мероприятиях, это на самом деле по большому счету на израильскую политику, как я уже сказал, никак не влияет. Так что я думаю, что этот уважаемый Михаил, он преувеличивает. А вы как считаете, в принципе, истинное отношение Путина и Кремля по отношению к Израилю? То есть, можно ли считать, что позиция кардинально поменялась, и они готовы сейчас во все тяжкие пуститься в своем этом альянсе террористических государств, и в том числе, разумеется, очень тревожная эта вот спайка Тегерана и Москвы, особенно тревожная для вас? Конечно, Израиль все это прекрасно понимает. И это действительно очень тревожное соединение и с Ираном, и с Китаем. Я не думаю, что сам Путин рассматривает Израиль как серьезную сейчас проблему в своей ситуации. У него есть проблемы посерьезнее, чем отношения с Израилем. Но отношения с Израилем очевидно испортились. И общественное мнение израильское всегда было за то, чтобы Израиль активнее помогал, например, все той же Украине. И я уверен, что сейчас созданная, а может быть, уже эта помощь каким-то образом осуществляется. Я говорю не про гуманитарную, а про военную помощь. В целом, на моей памяти, таких плохих отношений между Израилем и Россией, как сейчас, не было. Возможно, это было в советские времена, да только, конечно же, было. Но вот уже в новейшей истории ничего подобного еще не было. Израиль всегда будет вынужден считаться с присутствием России на геополитической карте. Но Израиль никогда не будет другом России. Особенно сейчас, когда во главе России находятся недемократические власти. Вообще же, сравнивать не Таньягу и Путина, при том, что я не являюсь его сторонником, это неуместно. Это полная чушь, если честно. То есть какие-то внешние признаки есть, которые похожи с Путиным. Но они есть у очень многих политиков мировых. Но на самом деле Нитаньягу выбирается на выборах, свобода которых никем никогда не подвергалась сомнению. Нитаньягу является лидером партии, где есть своя внутренняя политическая борьба. На это, в чьи зрения, конечно же, Нитаньягу пора уходить. И нужно давать дорогу другим. Другой разговор, что пока совершенно непонятно, кому другим. Потому что в том, что произошло 7 октября, безусловно, Нитаньягу несет личную ответственность. Но помимо него несут ответственность так уже не только генералитет, но и все политики, которые уже 20 лет мозолят нам глаза. И никакой новой генерации политиков, которые могли бы взять ответственность за себя, и которые не несут ответственность за те события, мы не наблюдаем. Израиль переживает тяжелейший кризис. Он сущностный, он огромный, и он к России не имеет никакого отношения. Я убежден, что мы из этого кризиса выйдем обновленными, но я еще раз говорю, потери очень большие. Цена этого выхода для нашей маленькой страны очень большая. Аркадий, остается еще буквально пара-тройка минут. А вот интересно, раз уже упомянули Иран, это тут уже такой момент, тут еще есть Саудовская Аравия. И я слышал такие робкие голоса в пользу того, что авраамические вот эти договоренности, они еще не закончены. Главный тут приз в этом всем, это, разумеется, Саудовская Аравия. Речь идет о нормализации и установлении дипломатических отношений между двумя странами, торговых отношений и так далее. А как вы считаете, на ком сейчас этапе находится? Я так понимаю, есть такое мнение, что и палестинцы крайне неудобны для Эр-Рияда, они бы с удовольствием, была бы их воля, если бы они совсем могли себе позволить не слушать, что называется, Арабскую улицу, они бы с удовольствием помирились с Израилем. Вообще палестинская проблема, это заноза не только для Израиля. То есть арабский мир не хочет брать на себя решение эту проблему, никакой ответственности за них не хочет нести. Посмотрите, что делает Египет. Он, с одной стороны, кричит о том, что он сейчас разорвет с Израилем дипломатические отношения, а с другой стороны, возводит стены и усиливает военную границу с палестинцами, не позволяя им вообще пройти туда. На сегодняшний день практически единственный, кто по-настоящему несет ответственность за палестинских беженцев, это сам Израиль, а Египет этого не хочет. Вообще есть мнение, я склоняюсь к нему верить, что одна из причин 7 октября, это как раз вот те самые аварамические соглашения. То есть в этом, кстати, в ее заключении немалая заслуга, надо быть справедливым, и не Таняху тоже есть. В чем их суть? Их суть заключалась в том, что Израиль заключал договора мира, мира и делового взаимодействия со своими бывшими врагами. Те, с кем Израиль постоянно враждовал, или те, кто с Израилем враждовал, становились торговыми партнерами. И Израиль как раз хотел продемонстрировать всем им, что с Израилем не надо воевать, с Израилем надо торговать. И со многими странами эти аварамические соглашения были уже подписаны, что, конечно же, радикальным силам, которые отвечают за ситуацию в Палестине, и Рану тому же, это было совершенно не с руки. Потому что мирные инициативы хоронили вот это состояние войны, которое им выгодно. И единственной страной из крупных, с кем еще Израиль не заключил такое соглашение, это была Саудовская Аравия. И перед 7 октября мы были в одном шаге для того, чтобы этот договор, это соглашение заключить. И это бы ознаменовало вообще совершенно другую конфигурацию на Ближнем Востоке. Да и во всем мире, потому что Ближний Восток всегда являлся такой точкой, где все пожары возникали мировые. И 7 октября перечеркнуло это. Но это перечеркнуло временно. Я тоже в этом абсолютно уверен. Саудовская Аравия, если наблюдать за ситуацией, не рвет с Израилем. Она оставляет дверь открытым, и Израиль делает то же самое. Как только мы разберемся с Хамасом, я думаю, что придет время заключения соглашений из Саудовской Аравии тоже. И Америка этому всячески способствует. Потому что это и есть ключ к миру на Ближнем Востоке. Аркадий, еще раз поздравляю вас с вашим большим праздником. Спасибо, Тодор Аббат. Друзья Аркадий, мой офис, российский предприниматель, автор телеграм-канала Продавец Фиников был с нами. Спасибо, Аркадий. Спасибо вам большое. Спасибо.